всем приветики хотел бы вам показать что находится внутри напольного вентилятора получается он работал но потом сгорел из-за того что никто его не смазывал если он у вас часто работает то нужно его периодически периодически смазывать иначе он сгорит как можно видеть вот отсюда вытекала смазка потихонечку от она текла текла и он хуже крутился и в итоге вообще перестал и сейчас когда его включаешь он он гудит но не двигается я думал может быть там где-то есть подшипник его заклинило но там нет подшипника там есть как такие муточки которые двигаются я их смазал но это не помогло он по-прежнему гудит хотя вот эта штука стала лучше двигаться раньше она вообще еле-еле так двигалась видимо там и вправду где-то что-то под закусила вот но после смазки она уже нормально стало работать но не помогло а дело в том что из-за того что никто не смазывал сюда вот нужно периодически хотя сейчас лучше разберу покажу вот внутри здесь находится лопасть она крутится внутри вот она как выглядит между двумя крышками находится катушка которая вращает такой вот сердечник и вот здесь есть как я думал это подшипник на это не подшипника просто такая не помню как это называется втулка или муфта и вот она здесь может ездить и в ней еще шток ездит вот этот и нужно смазать как ее саму так и внутри здесь ну шток смазать и ее смазать чтобы все мягенько крутилась потому что у меня она туго крутилась и это создавала лишнюю нагрузку такой вот шток он крутится внутри раскручивает его такая катушка получается вот из провода приходите до напряжения на вот эти вот медные медную проволоку а медная проволока создает магнитное поле на вот этих вот пластинах железных и пластины раскручивают саму как бы сам шток вот этот вот и что случилось получается из-за того что здесь уже смазка по вытекала она стала снова вытекала потихонечку она крутилась хуже 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 и чем хуже она крутилась тем тяжелее было вот этой штуки и соответственно чем тяжелее крутится шток тем сильнее она напрягается и сильнее греется перегревается и в итоге где-то что-то сгорает и сейчас хоть я уже даже и смазал а уже поздно потому что где-то что-то сгорело на вид вроде бы все нормально не видно чтобы где-то было что-то черное или что-то такое но она уже не работает потому что где-то как какая-то вот проволочка где-то отгорела и все на этом а где она отгорела непонятно ну и как бы да поэтому если он у вас часто работает нужно периодически раз несколько месяцев разбирать ну снимать этот пластмассовый короб и капать сюда маслица как бы ну здесь маслицем со шприца вокруг проливать как бы и штукой и саму эту втулку кстати красиво выглядит такая такая блестящая красивая катушка как у тони старка в этом вместо сердца была такая генератор этот блин классно смотрится вот но к сожалению уже не работает возможно ее можно как-то сделать ну типа разобрать на ну размотать найти где-то на притом спаять или что или заменить но ну явно что обычный человек не будет этим заниматься проще купить новый да и вообще даже и мне кажется электрик это что же это все размотать это же жесть потом еще смотать правильно проще реально наверно новую купить хотя не знаю я но я не знаю может быть на самом деле это легко вот но мне кажется почему то что не очень не очень это легко найти где там обрыв где там что сгорело поэтому все просто лучше купить новый а здесь да как бы я не знал об этом теперь знаю ну и вы соответственно тоже что нужно иногда смазывать если он у вас целое лето работает то нужно наверное после лета после ну как бы когда закончили или нет пее перед летом если вы знаете что у нас целое лето будет работать разобрать перед летом смазать и пускай целое лето работает она следующая лето опять на 3 ме когда он будет три месяца работать, опять переди, разобрать, смазать и спереди, и сзади, и пускай работает, и тогда он не сгорит вот а так, ну, как бы, смазка высыхает, выкручивается выливается, она начинает тяжелее крутиться это начинает сильнее греться, из-за того, что тяжело провернуть, ну от температуры, естественно, где-то что-то вылетает так что, вот такая вот штука ну, а находится оно все в таком вот коробе и нужно просто его, как бы, раскрутить со всех сторон, здесь вот у меня были бултики, раскрутить здесь защелки подковырнуть, снять все это и под этим всем будет уже вот это вот это смазать и обратно собрать ну, естественно, здесь тоже снять сетку эту железную лопасть снять ну, в принципе, кто покупал новый и все это собирал знает, как это одевается снимается а вот это уже, ну уже в собранном виде здесь тоже все просто раскрутить бултики и снять вот эти вот защелки и все, и там внутри уже находится вот это смазать и в обратном порядке собрать ну, а на этом все всем покидава ну, а на этом все